Добро пожаловать на Книжный клуб Сегодня мы собрались, чтобы пролить свет на замечательную книгу Джоан Роулинг под названием Гарри Поттер и философский камень Люмас Потрясающее начало Мне такие никогда не удаются Итак, с чего мы начнем наше собрание? Вы же все прочитали Гарри Поттер и философский камень? Конечно Ну уже давно пора Я фильм с субтитрами смотрел этот Блин, вообще, знаете, если честно, я первый раз смотрел Гарри Поттер и философский камень Премьера была в конце мая, первой части, а у меня 24 мая день рождения И мне исполнялось 10 И я пришел в кинотеатр, и ему исполняется 10 И я в таком восторге И потом после фильма он поехал в Хогвартс, и я в текстильщике И пусть в этом месте разошлись наши пути с Гарри Поттером раз и навсегда А, но все же философский камень в последнюю очередь читали в детстве Я вот не знаю, я вообще, я прочитал все части, кроме первой части И я почему-то так и не дошел до нее Но я смотрел фильм много раз и прошел на компьютере игру и на PlayStation тоже прошел Так у нас книжный клуб, надо было книгу прочитать всем Оказывается, никто не читал Я читал, я прям читал книгу Ну с тобой обсудим тогда ее Ты же знал, что у нас не фильм, а компьютерный клуб, да? Я подумал, что этого достаточно, чтобы заменить книгу Фильмы и несколько игр, они как будто вмещают в себя, собирают в себе всю книгу Ну а прикинь, окажется, если в фильме и в игре вообще другое Ну вот сейчас начнем, выясняйте, окажется, что у тебя там в фильме он даже не умер в конце первой части Нет, это ты путаешь с Таней Гроттера А в Гарри Поттере, я думаю, что все похоже Ну если мы будем обсуждать что-то, что не было ни в фильме, ни в игре, ты не поймешь Например, про этот бал призраков, например Да, парни Парни, помните, парни? Этого не было Это было в игре, кстати Да? Да, когда у почти безголового Ника был день рождения, и они приносили подарок ему Да, 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 да И Пив зато брал подарок еще Да вы поняли, заткнись А ты читал книгу? Да Тогда расскажи нам, о чем она Вкратце, для людей, которые не читали, вот для Вани Вася, я читал просто давно У меня, кстати, история была, что я читал ее, по-моему, пятой У меня странная последовательность была И поэтому я в целом к ней относился Ну там Магонагал дарила ему Нимбус 2000 метлу Я думал, ну, и говорит, типа, это самая пиздатая метла Я думаю, нихуя это не самая пиздатая Это полная хуйня, а не метла Ну, когда ты знаешь, что там дальше Ты просто думаешь, что Магонагал скупая пизда Так ну правильно, это как смотреть первую серию бригады в конце фильма Ты такой, в хуевые лохи Как молния тогда не вышла просто На тот момент это была самая крутая метла Точно? Да-да-да Типа молния, она потом вышла Мне кажется, она там все мантии купила на рынке На свободные бабки И довольная была Не знаю Да, и еще все Когда читаешь «Флоссовский камень», понимаешь, что Пиздец детская она относительно других, нет? Да, самая Во второй «Василиск», «Здоровая змея», а там собака Собака и чувак с двумя лицами Да, этот И огур огромный там есть А моя Кокопян Противник в первой книге Да-да-да, действительно Ляськи, масяськи и все, и конец книги И он разваливается, когда его трогаешь руками Вот такой финальный босс Для начала Женя расскажет о чем книга «Гарри Поттера и философсками» для людей, которые не читали Есть ли люди, которые не читали? Похлопайте, пожалуйста Да А вот для этих людей, пожалуйста, Жень, расскажи Это книга про мальчика, которого родителей нет Он сирота И его, он растет в семье, которая его не очень-то любит В какой-то момент он замечает странные события вокруг себя Например, пропадает витраж Между ним и змеей Да, у нас полное погружение сегодня В шоу, поэтому витражи пропадают и в зале Продемонстрируйте Ну и дальше уже различные волшебные Он попадает в волшебную школу Рассказывает, как будто это самая скучная часть Я бы, честно говоря, сказал, что это скорее стекло, а не витраж Не было такого, что они с змеей смотрели на витраж С разных сторон Да-да-да Но змея за витражом была И, кстати, она была в террариуме Вам не кажется странным этот момент? Окей, Гарри Поттер умеет разговаривать со змеями Но почему пропало стекло между ними? Это как-то объясняется в дальнейшем? Она просто пропала В смысле? А зачем это объясняет? Это магия Так у него не было палочки волшебной Так волшебники могут творить магию без волшебной палочки Зачем ему палочки нужны? Самые крутые волшебники вообще могли не пользоваться Чувак, с палочки это просто чтобы быть круче Ну серьезно, грубо говоря, скинхеды и так могут пиздить друг друга Зачем им тогда железные трубы? Чтоб пиздить друг друга сильнее, вот зачем им железные трубы? Там еще была история, как он просто, будучи ребенком, убегал в школе от хулиганов И запрыгнул на очень высокий забор Он еще учился в обычной школе? Да, да Это под стрессом не обязательно магом быть Вот, кстати, почему стоило прочитать книгу? Нет, в игре это тоже было Ну это уже не надо врать Просто судя по твоей интонации, они подвесили этот вопрос в воздухе Сделали из этого интригу Он тоже учился в обычной школе? Кстати, я бы с удовольствием почитал приквел Я думаю, они вот развивают вселенную в сторону того, что они экранизируют этих фантастических тварей Но я бы вообще, мне было интересно посмотреть приквел, где Гарри Поттер в школе учится, в обычной Просто, просто сериал, где он, ну ничего не происходит интересного, просто в школе ему грустно Нет, это как Тайны Смолвилля, только про Гарри Поттера Во-во-во, да, такое Типа до того, как он обнаружил, что он вообще не особенный И там всего два интересных момента, где он вот убегал от хулиганов и где пропало стекло Я, кстати, в Тайны Смолвилля где-то 11 сезонов ждал, пока он наденет костюм и так не дождался Да Вы читали Тайны Смолвилля? В трех томах Про высокий прыжок это, ну, не совсем чудо Потому что в СССР известно, что женщины переворачивали танки в стрессе Так что я думаю, он просто был в стрессе и хорошо прыгал А почему ты думаешь, что женщины эти были маглами? Ну, серьезно? Ну, я думаю, что в книге про волшебство это не просто так этот момент написан Показать, что Гарри крутой Или наоборот, может быть, они такие, добавим немного реализма, стрессовая ситуация Да, покажем, что Гарри не только волшебник, но на него еще и адреналин действует Он высоко прыгает, потому что ему страшно И, кстати, понятно, почему Гарри умеет писать и читать, когда попадает в Хогвартс Потому что он учился в обычной школе А почему остальные дети, которые, судя по всему, до этого нихуя не делали И умеют писать и читать, я не понимаю Нет, почему? Ну, они же у них есть какое-то образование тоже Да какое образование? То есть по-хорошему у них должно быть вначале У них там должны быть заклинания Зельеварения, там, про существ, про всяких магических Ну и хотя бы, блядь, ОБЖ Чисто, чтобы просто дожили они Я думаю, они учат друг друга То есть, ну, в семьях же волшебников наверняка есть тоже Они заботятся друг о друге Там, учат писать, читать Ну, хотя это странно, они в 11 лет идут в школу Разве это не странно? Что они делают все это время? Ну, поэтому Гермиона, возможно, самой умной была У него хоть какое-то базовое образование было Да, потому что у нее родители маглые Да, она походила в школу, она с ними реально была гением по сравнению Да, это тоже забавно, что у нее родители маглые Из-за того, что ты ходишь в обычную школу Ты по сравнению с волшебниками суперумный человек Ты самый умный, а она в обычном мире просто девочка Она просто обычная 11-летняя девочка Вообще, слушай, что бы там Навальный сделал с их обществом? И она пришла в школу волшебников с этими придурками Которые берут волшебные палочки и такие Ешь, слизней Конечно, она самая умная Она умеет писать и читать Она могла сдачу высчитать, когда пиво они покупали Да То есть, да, она такие практичные навыки какие-то И поэтому так понравились эти волшебные предметы Потому что она устала от математики Странно, что вся книга «Гарри Поттер» — это с 11 по 17 лет И ни одного упоминания о мастурбации Ну, потому что это магия Возможно, магия так сильно отвлекла его, что даже про мастурбацию он и не знал Я думаю, магия — это сублимация А ты видел, что когда они были дома, например, у семейства Уизли У них все время по дому сами летали ножи, нарезали там что-то, само готовилось Я так понимаю, что есть какое-то точное заклинание для автоматической мастурбации? Нет, я думаю, что это просто связано с тем, что реально, когда у тебя по дому летают ножи И не очень хочется доставать свой пенис На всякий случай просто ты такой Я, пожалуй, просто дождусь Когда перед тобой стекло исчезает, ты боишься лишний раз смотреть на пенис долго Ну, вообще, это можно было бы объяснить, на самом деле, огромным количеством этих портретов, которые смотрят То есть, я так понимаю, в образе практически невозможно нигде спокойно подрочить Фотография родителей, которые... И когда ты засовываешь руку в карман, там все время что-то находится у тебя Это ужас... Первый раз в жизни, знаешь, познаешь свое тело, решил сделать селфи, где ты голенький Фотографируешься в зеркало, смотришь на фотку, там твои родители стоят Просто ужас Но я думаю, что, на самом деле, это тоже бы не стало проблемой То есть, я думаю, что это проблема в двенадцать, на втором, на третьем курсе Хогвартса А на седьмом курсе ты бы уже просто нашел бы какую-то пошлую женщину на портрете И точно были бы повсюду старшекурсники, которые дрочат на портрет где-то Это ты хочешь подрочить на голую девушку, достаешь ее фотографию, она ушла куда-то И твои родители пришли Мертвые, кстати говоря, которые погибли И они смотрят на тебя и такие, это мы воспитали, мы ради этого спасли тебе жизнь Господи, какое позорище, лучше бы мы выжили Слушайте, а стопудово ведь были бы, вот если нормальное общество, были бы извращенцы такие Ну, когда полная дама это на портрете такая, скажи пароль, и он такой, я тебе сейчас скажу Я думаю, что эта книга учит нас тому, что единственное, что может спасти человека от мастурбации, это волшебство В реальном мире нет ни одной вещи, которая может встать между тобой и мастурбацией, только магия Мне кажется, когда подрочил, еще слабый патронус очень у тебя Нападают дементры И у тебя, типа, а что было? Чуть-чуть белого немного выходит У Гарри Поттера олень был, да? Да-да-да И ты выпускаешь патронус, после этого и олень такой очень хромой, очень слабый И он просто падает и лежит Он прямо из палочки выпадает на землю, типа, бля Я бы еще последнее наблюдение, что если бы Гарри дрочил, то он бы, когда дементров встретил, узнал бы это ощущение отсутствия радости Как глубоко мы вошли в тему И мантия-невидимка в сперме была бы вся тогда, сто процентов Да, если бы они мастурбировали, там были бы такие ситуации, когда они на квиддичи И Гарри Поттер такой, я не хочу заснить, чем лететь, если честно Сейчас просто полежать, телек посмотреть Я бы поплакал с удовольствием некоторое время Но, Вань, это гениальная идея, так бы и было Потому что если реально у человека есть мантия-невидимка, Гарри Поттер бы такие вещи иногда Рону говорил Рон, ты не представляешь? Я дрочил везде Абсолютно везде Плачущая Ива стоит, и я дрочу Ты, кстати, не задумывался, почему Филч такой угрюмый большую часть времени? А что там дальше, Женя? Именно Женя? Да, Леха хочет рассказать Леху, если готовился У тебя впадлу? Да я не помню ничего Давайте признаемся, что никто кроме Васи не читал Я зимой перечитал Маленький мальчик живет У него проявляются некоторые магические способности А родители его, они как бы магофобы Они очень, очень так Не родители Да, я так понимаю, в данной части Ну, в смысле Они растят его, они стараются Я, на самом деле, не виню их странную семейку Особенно брата его, вот этот вот чувак Дадли Дадли, да, которого постоянно приказывают как мерзкого уёбка Но по мне так у него вообще не было шансов вырасти нормальным Смотрите, у тебя есть брат, который, блять, обладает магией А ты нихера ничем не обладаешь Это очень обидно И тебе все время родители говорят, что твой брат уёбок очень опасный И с ним не надо общаться И родители его мудаки И он обладает магией От него надо держаться подальше А каждый раз, когда ты пытаешь что-то узнать, они тебе говорят Сынок, ты поешь Поешь и забей хуй Мы так делаем с мамой всегда Просто поешь И живёт твой брат под лестницей, как чудовище Его прям бьют ногами Ты, естественно, даже боишься подойти к нему Его забивают там какое-то А первый раз, когда ты с ним взаимодействуешь Он тебя раздувает И, блять, ты улетаешь в небеса У него не было, нахуй, ни одного шанса остаться нормальным человеком У этого Дадли Да, Дадли Его реально негативная черта единственная в том, что он жирный Да, но он кушает от нервов Это, ну, более-менее Вот именно И самое главное, что это не такая сильно негативная черта Ничего страшного Я знаю кучу приятных жирных А вот это Тут 35 подарков, должно быть 36 Да Это как-то Чувак, я думаю, что к тому возрасту, когда нас знакомят с Дадли Он уже ебнутый Ну, то есть Уже к этому Ему все время Его пустоту в душе За счет того, что Он, грубо говоря, как неполноценный рядом с братом И эту его пустоту в душе Родители стараются Он тогда не знал, что Гарри волшебник Да, знал он Он чувствовал Я думаю, он понимал Я бы вообще хотел прочитать спин-офф про Дадли Про его чувства Как он чувствовал себя Когда смотрел на Гарри Поттера Его дневники Когда он такой 10 декабря Тьма в моей душе Продолжает затягивать меня все глубже Я вряд ли смогу выбраться из нее Гарри уехал в школу волшебства Родители говорят, что это не так Но я знаю Я знаю, что я бесполезен И я никогда не стану близок Хотя бы на миллиметр к тому, что может мой брат Я очень хочу убить себя Но я не могу Потому что я раздулся и улетел Да это же ужасно Потому что И последняя страница, извиня Она наполовину сырая, помятая И там написано Я пробую последний раз И ухожу нахуй из этого ебаного мира Люмас 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 Блин Бенгардиун Левиоса Пошли вы нахуй, родители И вот так вот Люмас Люмас Никакого света впереди Ух Ух Я думаю, что он маг Когда ему письмо приходит из Хогольца Да, письмо, которое Родители опять же Пытаются не давать ему прочитать И в этот момент Дом опять же Несчастного Датли Замаливает нахуй Миллиардер писем Атакуют его совы У него что ни день, то ой Где ни одно письмо не для него Да И все письма о том Какой его брат потрясающий волшебник И он избранный мальчик во вселенной Ещё надо, чтобы столько же писем пришло Там, где было написано А ты лох Ты ничего не добьёшься А ты просто британский подросток Но родители его не отпускают в Хогвартс Поэтому приходит его крёстный Крёстный? Нет, нет Это завхоз просто Чисто огромный мужик Не, подожди Хагрид Хагрид завхоз Ну как потом окажется Он его туда и отвозил, блядь И он с детства за ним следит Он ему как Если бы родители Гарри Поттера верили в Иисуса Христа И крестили бы Гарри Поттера Я думаю, что он был бы крёстным Нет, у него же Сириус Блэк крёстный И, кстати, вам не кажется это странно Почему крёстные У волшебников крёстные Да-да-да Они верят в Иисуса Христа Верят в Бога, судя по всему Они верят в это В крёстных Я думаю, что им намного проще верить в Иисуса Христа В этом плане Потому что они такие, типа У нас люди читают такие Говорящий куст, что за хуйня А когда ты волшебный такой Говорящий куст А, типа такого говорящего куста Я понял Я дальше читаю эту серьёзную книгу В которой всё по-настоящему Мне кажется волшебнику намного проще уверовать Серьёзно у них на настоящее Там не объясняется это? Да нет Чувак, единственное что странно как бы Что у них видимо Иисус просто один из парней Один, ну то есть он там превращал воду в вино Ну как мы и на уроках Да, Иисус просто один из магов, который выбился в мейнстрим И остальные волшебники ходят и такие, о боже мой Он переоценён очень сильно Иисуса, кстати, в Аскабан посадили, вы знаете За превышение Полномочий За то, что он скрылся перед магами Да, Иисус чисто прям очень-очень плохой волшебник в мире магов Господи, он при них воду в вино превращал в порядке вообще Что с ним не так? Из-за него крестовые походы начались Вот чем заканчивается Магия перед магами Господи, он обрёк человечество на тысячи лет страданий Была ещё мысль, я когда-то рассказывал даже со сцены про Что в 11 лет же они попадают в Хогвартс Где определяется с помощью шляпы В каком они будут учиться в факультете И что в 11 лет ты ещё сам не понимаешь, что ты за человек, что ты за личность Она тебе надевает шляпу Шляпа говорит Слизерин И ты такой, а, так я мудак Я кусок ебаного говна оказывается Да такого не было отношения раньше к Слизерину Хотя, честно говоря, само название, как-то связанное со Слизью Уже Кстати, вот в каждом фильме, в каждой игре, в каждой книге соревнования У них же идёт соревнования между факультетами И соревнования всегда чисто между Слизерином и Гриффиндором А жёлтые и синие, они чисто просто для контраста существуют И никогда не выигрывают И такие, типа, мы просто учимся Да, им говорят, минус 15 очков коктевра Ну они такие, да похуй Давай, ударь нас ещё, подойди Пни нас Что ещё ты сделаешь? Нет, прикольно было, там типа и на Гриффиндоре такие герои духовные учатся На Слизере они такие злодеи Я так понял, был факультет Пуффин Дуй Там типа хипаные все У них парник, они всё время такие расслаблены Они ничего не делают Я так прям чувствую, я прям вижу, как я шляпку надеваю И шляпа такая Пуффин Дуй И я такой, Пуффин что? А в коктевране учились эти самые умные? Трудолюбивые, они были очень трудолюбивые Я так понял, коктевран, кто не подходит на другие факультеты Туда так определять Нет, самые умные там были, типа они прям любят учиться Они были настолько умные, что они понимали, что оценки это неважно, важны знания Гермиона, наверное, охуела, что она в Гриффиндор попала Потому что она такая, а чё, тупая? А чё, тупая? Нахуй я читала всё это? Да, а Гриффиндор это чисто факультет для таких, как Рон Уизли Которые добрые, но вообще они не вдупляют, что происходит вокруг У них ломаются палочки Они постоянно у них рубашки торчат из штанов Но они такие, Гарри, кажется, мама прислала нам свитер Так это именно А держи, это тебе Это претензия скорее к переводчику Не, я так понимаю, что в книге Рон вообще нормальный парень Я вообще, честно говоря, насколько понял, по книге Гермиона была страшненькая Что? А сестра Рона была красотка, ну там так написано Да, да, да А в фильме сделали, типа, наоборот почему К сожалению Ну да О, смешно, может, что, небось, когда шляпу надевали на кого-то, и шляпа говорила, пуфин дуй И чувак такой, может, домой я лучше поеду Может, нахуй это все надо Может, я чисто на юрфак поступлю потом, буду в банке работать Пошел в школу, закончу, нормально у меня там получалось Поезд доходит там ещё, надеюсь, ладно Всё, пока Вернёмся немножко Чё было дальше Значит, он привозит, он ведёт его, оказывается, в каждом городе Есть сообщество магов, есть улица магов, скрытая от всего Там можно купить всякие магические штуки, они идут, закупаются в школу Там всё невероятно красивое Потом они едут на вокзал, на котором тоже, оказывается, есть магическая часть Типа как у Навального, в каждом городе своё отделение Ты приходишь, общаешься, потом тебя ведут на вокзал и в армию отправляют И вот ты на новой земле год Не можешь дозвониться ни до кого, потому что на новой земле купол, который Делает невидимым эту военную часть от остального мира Я даже представляю, как садишь и Навального на тебя надевают эту шляпу И шляпа такая Новая земля Гарри Поттер, сиди ты такой, хоть бы не полуостров Сахалин На полуострове Сахалин очень высокомерные служат активисты Да, уверен Тебя ждёт большая карьера военного на полуострове Сахалин Ну и короче, просто смысл в том, что Гарри доставляют в школу И оказывается в школе, что его родители вовсе никакие не наркоманы Что? А почему? Ну ему всё время говорили дядюшка с тётушкой и всякую хуйню про его родителей А оказывается, что там все их знают в этой суперсколе-замке И они чуть ли не суперзвёзды И все его облизывают уже просто за то, что ему 11 Бля, вообще охуенно, когда у тебя так всё начинается Вот ты приезжаешь и прям ты изначально самый крутой чувак, который может быть Все об этом знают И, кстати, у Гарри Поттера не получается держать марку Ну то есть он реально в какой-то момент всю популярность свою проебал Ну нет, он потерял её, ну нет Ну почему? Он вообще суперкрутой был Он прям очень добрый был и такой прям Там чуваки ходили со значками Поттер-слизняк Я понимаю, Санёк, что когда, блин Когда выходишь на следующий уровень популярности И в интернете начинается вся эта хуйня вокруг тебя То ты уже такие вещи воспринимаешь как успех Типа Поттер-слизняк и так далее Но я просто к тому, что мне кажется, что ему тяжело было У него было мало друзей Это под конец у него появляется своя команда задротов Которые он там учит магии, своя банда И задрот и побеждают всех Но изначально он никому не нравится У него есть друг Рон и подруг Гермиона И они такие три непутёвых чувака Но он ещё дружит со взрослым мужчиной, который живёт в лесу Чувак, грубо говоря, если посмотреть на Хагрида И перевести всё это на наше Хагрид закончил семь классов, нахуй Вот прям семь классов И у него эта палочка в зонте, которой он не умеет пользоваться Он прям опасный уволень, странный чувак Вообще, мне кажется, что для детей важно иметь такого друга Я помню, у нас в Павловске, у нас рядом с пятиэтажкой была посадка Деревья там небольшая, лесополоса И у нас там однажды поселился бездомный чувак Хагрид Он себе сделал палатку там и жил Похож был, да? Да И мы ходили там, мне было лет пять И мы с друзьями ходили там, ему абрикосы носили, кормили его А потом как-то раз моя мать спрашивала, как день прошёл И я такой, да вот ходили, кормили человека Я такая, что, прости? Я такой, ну у нас друг появился, живёт в лесополосе И она такая, так, мы должны познакомиться с ним И все родители с нашего дома пошли знакомиться с этим чуваком А он просто бомж был, да? Да, он просто бездомный чувак А мы с ним прям подружились Вот такой, у меня дом сгорел, жена меня выселила В целом, хорошо проводили время с ним Прикинь, чувак такой идёт и такой Ну что, поселюсь в этой лесополосе и спокойно умру И тут приходят к нему дети такие О, бомж, давай мы будем с тобой дружить Начинают носить тебе еду, потом к тебе приходят знакомиться его родители И потом ты на третий день сидишь с банкой сгущенки у себя в лесополосе И к тебе приходят мэр и такой Не понимаю, почему все ходят в эту рощу знакомиться с ним Это как росомаха в лесу с детьми мутантами подружился Да Короче, и оказывается, что Гарри Поттеру принадлежит дохуя всего У него свой счёт в банке У него огромное количество денег Потому что родители оставили ему огромное количество денег И просто хотели, видимо, чтобы он десять лет жил в нищете и мучился И ещё у него есть там кто-то оставил ему в наследство Философский камень Прикольно, что… Не-не-не, ему в наследство никто не оставлял философский камень Он же лежал там где-то, должен был лежать Он лежал просто в банке в том же И Хагрид заодно заходил забрать философский камень по заданию Дамбурга Да Пацаны, час съёмок, мы на десятой странице книги Как мы снимем это всё? А ещё за башню перед съёмкой Лёха такой Мы можем вообще все части обсудить Вряд ли мы будем каждый выпуск отдельной книге посвящать Ладно, давайте ускоримся Так, чё там? Ещё одна бешеная гонка на тележке И вот они уже стоят на улице у банка, щурясь от солнечного света Чётко попал Нормально, как раз десять лет Как раз на этом мы остановились Когда они вышли из банка Тогда мы читаем уже дальше И дальше они едут в Хогварт Слушайте, забавно, что история Гарри Поттера Это максимальная, самая нереалистичная Что может с тобой произойти в детстве У тебя супер много денег Все тебя любят Ты избранный мальчик Самый крутой и умный И вообще супер сильный Что не происходит ни с одним ребёнком Когда ты переходишь в пятый класс И вас смешивают Это худшее время в твоей жизни А у вас было ощущение, что вы Гарри Поттер вообще? Когда вы читали? Ну просто я читаю Такое взрошенные волосы, есть Да, я по-настоящему расстроился Когда прочитал, что у Гарри Поттера зелёные глаза А у меня голубые А я что, у него плохое зрение? Я тоже хотел носить очки Нет Я был настолько вообще Я настолько в себя не верил, что я не ассоциировал себя вообще Максимум с Невилом Потому что это самый-самый ужасный и грустный персонаж Он постоянно всё теряет Постоянно ему не везёт Я думаю, что это самый персонаж, с которым ты лучше себя всего ассоциируешь Невил Потому что это мальчик со схожей судьбой И он почти избранный Но нет, он просто обычный И у него просто мёртвые родители Вот что с ним произошло Это то, что максимально близко с тобой в реальности может произойти Твои родители просто умирают И какой-то другой пацан получает всю славу за тебя Короче, а я, честно говоря, никогда не мог процессировать себя с Гарри Поттером Потому что Да потому что у меня в жизни так никогда не было Ему нахуй всё сходит с рук просто И он несколько раз встречался лицом к лицу Волан-де-Мортом Тот его убивает И у него просто нахуй не получается Без каких-либо причин на то Я вот первый раз встретился с каким-либо врагом Я прям получил пизды Прям максимально Мне прям нормально так А его каждый раз Он первый раз с ним встретился Волан-де-Морт его убил И умер сам Мать так сделала Потом Он когда с Маяком и Копяном воюет У него сзади этот Волан-де-Морт Да, он его просто трогает за лицо И тот умирает И в конце, в седьмой части Когда Волан-де-Морт его убил И тот опять не умер Блять, так уже очевидно, что ты не умрёшь Уже пойди руками ему ебало разбей Просто подойди И просто руками разбей Чё ты У меня такого не было в жизни И когда такого ощущения бессмертности И того, что мне всё сходит с рук Битва с Волан-де-Мортом Это самое нереалистичное взаимодействие Со взрослым человеком Потому что у меня первый конфликт со взрослым был Когда я переехал в Воронеж Мне было восемнадцать лет И я ехал в автобусе выступать И там пьяный мужик Увидел, что я сажусь рядом с ним И он такой Чуть сел здесь И я встал и убежал И другой автобус дождался Вообще Вообще У меня не было шанса спориться Волан-де-Мортом мог сказать Поттер, съебался нахуй Живи под лестницей и не вылазь А то вот пиздью Ну и всё Да, если тебе Человек, которому больше ста лет Говорит такие вещи Это не самое Вряд ли ты будешь спорить с ним Блин, а ему реально больше ста лет Я не уверен, я сейчас так скажу Волан-де-Мортом Нет, нет, нет Почему? Его Дамблдор Его когда Дамблдор забрал из дома Детдома Дамблдор был ещё молодой Это ему Он где-то Нет, он не был молодой Он учился в школе где-то в сороковых То есть ему там Ну лет девяносто, может восемь Так это ж не удивительно, что он ёбнулся Ну то есть, грубо говоря, это логично Он просто постарел Магия позволяет тебе жить долго Но мозг-то стареет То есть, грубо говоря, ещё бы Двадцать лет дали Волан-де-Мортом И там было бы просто такое И заходит там Как его По положению козлова Нет, Волдеморд Он ровесник Хагрида Алло Они вместе учились Они вместе учились Да Вспомните тайную комнату Да Я вот про это говорю Это сороковые Хагрида поэтому выгнали из Хогвартса Потому что подумали, что он тайную комнату открыл У Сани слишком много чего в играх было, кстати Я заметил Да Вот сколько учился Дамблдор Ладно Ещё предметов было дохуя Но по факту Всё нужно было время учить защиту от тёмных искусств Зная какая пизда в дальнейшем настанет И вообще Вообще странно С тёмными искусствами Что преподаватели каждый год Всё ещё соглашались работать на этой должности Хотя они знали, что эта должность проклята И ты всегда умираешь, если начинаешь там работать Квирл умер Этот потом Златопуст Локонс Они не все просто так умерли Сошёл с ума В третьей части Этот Кто там был? Люпин Люпин Ушёл просто оттуда Ну и потом он погиб Он потом погиб дальше В книгах Как в Иванушках интернета Ну так можно про любого Так про любого человека можно сказать Так-то по-хорошему Любой преподаватель Потом когда-то умер Так не каждый же год Прикинь ты приходишь И у тебя на биологии Каждый год новый преподаватель Потому что предыдущий погиб И все такие Да, это проклятая должность И приходит новый преподаватель Такой Я попробую Поработать с вами В этом году Ты будешь смеяться Но у нас в Кузьминках С биологией так и было Там ещё в какой-то книге Мелькал предмет Астрономия Я помню Я подумал Что она в жизни Нахуй не нужна В школе Так ещё Почему-то вставили в магические Посмотрите Где там Нептун Да похуй Я убивать могу Волшебную палочку Мне похуй Где Нептун Погодите Ну и короче И там в школе И пошла такая детективная история Гарри Поттер Замечает Что происходит Что-то неладное Почему вы Почему я один рассказываю Почему вы не помогаете Потому что ты нормально рассказываешь В целом Спасибо, Санёк Короче Во-первых Он Во-первых Он подслушивает Что один из профессоров Профессор Снейп Снейп Извиняюсь Мы По какому переводу Будем сейчас Работать Потому что я Одобряю только перевод Росман Который был Да Снейг Братан А я просто первую На английском читал Можно пожалуйста Называть его Злодеус Злодеус Я вот этой фигни не понимаю И Думбальдор В первой части Ему показалось То есть там этот профессор Он пытался прессануть Парня у которого на голове Рос Волан-де-Морт И Гарри Поттеру показалось Что Он там что-то помогает Замыслил Он начал за ним следить И в дальнейшем Гарри Поттер Наступит на эти грабли Шесть раз В каждой книге Он будет делать одно и то же Он будет весь фильм Его в чем-то уличать И в конце Разочаровываться Чувак Ну это не зря вам в конце Сложно вообще Не разочароваться в человеке Который Ты видел Как он убил Дамблдора Своими руками И потом И потом Он просто такой умирает И такой Это вообще я делал Потому что я добрый Ах И Гарри Поттер такой Ах Видимо он был добрый На самом деле Я был неправ И каждый час подходит Минус двадцать очков Гриффиндору Еще Минус Четыреста очков Ёбанец Так ничего страшного Потому что там все время рядом ходит Как Дамблдора такой Восемьсот очков Гриффиндора О, Гарри Отлично выглядишь Тысяча очков Гриффиндора Высокомерный Как ваш отец Поттер Так он реально высокомерный для ребенка Там всем десять Всем говорят что делают А он такой Там какой-то заговор Пойду-ка я вместо уроков Процеледую все А он реально у него возраст какой-то Видел мультик про Дарья Дарья Она ходит с лопой И изучает Она ведь такой же персонаж Как Гарри Поттер Слушай, ну сложно не быть высокомерным И заносчивым Когда тебе все говорят Что ты избранный Что да, да Ты реально как Бальчик, который выжил Конечно, ты реально как Гном в ному И себя чувствуешь Когда у тебя Все есть вообще Что ты захочешь И ты такой Я суперзвезда Меня сняли в рекламе Новой Конституции У Гарри Поттера не был уже таким Он был хорошим Ну в целом да Мы как будто Вася Лучший день в жизни испортили Вы конечно обсуждаете Гарри Поттера Но давайте без критических ошибок Мы как будто бы с Васей пошли в Диснейленд Где Вася мешал побывать И мы просто ходим И все эти статуи пинаем ногами Смотрите, что это Это что это Волшебный меч Из сказки про короля Артура Или это мой пенис Прямо сейчас Смотри Вася Похоже на мой пенис Может так с палочкой сделать С палочкой, да Вопросы? А я давай два наблюдения Сейчас сделаю Что Во-первых Валдеморт Почему он всегда нападал В конце учебного года Он такой Как всегда Ну чаще всего У тебя экзамены Сдавать И Воландеморт Убить тебя собрался В этот момент Он же учился Он понимает Когда студент наиболее уязвим В период сессии Да Было бы прикольно Если бы Я уверен В ранних версиях книги Когда Джоан Роулинг еще Черновики писала Она такая Не на третий день Нападает И потом Гарри Убивает его И просто ходит на уроки Я думаю Очень странно выглядит Нет Вот что меня интересует Вообще Существует очень много Фэнтези книг Про волшебников И Кого И про всяких Драконов Чего только нет Огромное количество Литературы В чем Собственно успех Гарри Поттера По вашему Почему именно Гарри Поттер Вызвал такой Ажиотаж И столько людей Фанатеют С этой книжки Именно с этой книжки И Некоторые даже Не слышали про другие Похожие книжки Хотя они тоже существуют И некоторые даже Появились намного Раньше Мне кажется Что дело в том Что Здесь действительно Очень интересная история Про ребенка Как бы Гарри Поттер Не отличался от тебя Тебе все равно Очень просто Было в детстве Соотносить себя С этой историей И ты Особенно если ты был Ровесником этих персонажей Вы вместе росли То есть каждый год Выходила новая книга И ты взрослел С этими персонажами И ты не только Взрослел Типа физически Но и истории Сами менялись И они становились Более темными Как собственно И твое сердце С возрастом И все закатывалось Войной И смертями людей И ты В семнадцать лет такой Это моя жизнь сейчас Абсолютно верно В идеале в армии Закончить читать Гарри Поттера Чтобы его одновременно На самом деле Там в конце Гарри Поттера В финальной сцене Они стоят втроем На мосту На высоком На разломанном И по-хорошему Заканчивать Гарри Поттера Надо читать на мосту стоя На высоком На разломанном Заканчиваешь и Ну да Ну да Вот мне кажется в этом дело Ну еще там интересные персонажи Там интересно все описывать Ты четко подметил то что растешь Я у меня прям именно так и был У меня прям по годам выходил Нас по-моему даже телки в одно время Начали интересовать примерно с Гарри Он там начал заглядываться на Джинни Подожди Леха Я не понимаю Вы ровесники все здесь или что происходит Я не понимаю почему Мне было Ну Тебе было больше чем Гарри в книгах Потому что когда вышла первая книга Там где Гарри 10 лет Мне было 9 лет А Мне было 10 лет когда Гарри 10 И 17 когда Гарри 17 Чувак Ты просто Блин Просто в Удмуртию чуть позже пришел Гарри Поттер Чем в остальную Россию Ну и в целом там время немного иначе работает Как в Удмуртии Гарри Поттер Гарри Поттер О, а я говорю на Удмуртском Женек О, я понял Типа Женек А я сейчас еще параллельно в Чебоксарах выступаю Потому что у меня маховик времени есть Кстати, маховик времени это одна из Одна из сюжетных дыр, насколько я понимаю Больших в Гарри Поттере Гигантская Люди считают, что это непонятно Если у них был маховик времени Почему они все время его не использовали Про это, кстати, вот Вот эта пьеса про детей Гарри Поттера Как она называется? Потому что она вся про это Это Проклятое дитя Проклятое дитя Да И там вся книга посвящена тому Что они в разных версиях вселенной Потому что они постоянно пользуются маховиком времени И постоянно меняют будущее И, короче, это вообще сумасшествие уже начинается И, наверное, не стоило вообще его вводить Надо было назвать проебы в сюжете Я просто думаю, когда ты пишешь книгу третью, ты такой И, блядь, маховик времени А потом ты пишешь четвертую книгу и такой И здесь, блядь, получается они теперь все время могут решать все проблемы маховиком времени Или что-то я не то сделал Но надо было сделать, чтобы сломали Например, там, как-то Док Эмит Браун появляется Я думаю, она понимала Кричит, что нарушен процесс Думаю, она понимала, что к этому времени Гермиона уже горячей будет И люди не заметят Ей четырнадцать махов Я был ее ровесником Ты пересмотрел тикток очень сильно в последнее время В целом, это достаточно горячие люди Да, можно так говорить Таким, как Гермиона после универа пизда, как правило Они там что-то... Старший специалист департамента молодежной политики становится Да-да-да Слишком активная была Слишком активная была Слишком активная была Ну это-то... Маховик времени, да, странная тема Нужно было... И вот я тоже согласен, что с каждой книгой все сложнее Если вы не читали, вот «Война и мир» тоже там в какой-то момент появляются телепорты Вот это все... Тоже путешествия во времени Там другие измерения, демоны... Слушайте, я думаю, что роль Гермионы, на самом деле, она в том, чтобы Рон Уизли не умер после Хогвартса Ну то есть он же не жизнеспособный персонаж Он все время, если выходит из кадра, из книги, он все время возвращается и такой... Там все очень плохо, все... И все... Все идет... Я сломал свою полочку Держись, Санек Да не, ну он проявил себя... Он проявил себя в последних частях Кто, Рон? Да О, смешно, если бы в конце всей серии Гермиона такая... Ну, победили Волан-де-Морта, и Гермиона такая, блядь, я по астрономии четверку получила Все заново И маховиком времени возвращает их обратно, и они вынуждены проходить заново Блядь, опять пиздеца с Волан-де-Мортом Да И в философском камне Рон пожертвовал собой, помните, на шахматах? На шахматах А я когда все время это думал, там все фигуры сами ходили, а Рон сидел на одной из них И я, когда он делал все это, я такой думал, так слезь, долбанёк, что ты сидишь на ней? А там нельзя было, нельзя Нельзя было слезть, а не бы тогда игра остановилась Да-да-да, там каждый был на своем месте, каждый был какой-то фигурой Но они все собой жертвуют Но он не умер в результате Не-не Почему так? Он пожертвовал собой Ну он мог умереть Да, ему было больно, он лежал, он валялся Ну то есть, грубо говоря, он в ситуации, он как бы, он, говоря языком современным, он получил пизды за пацанов, по-героически Да-да-да Ну не то, что прям пожертвовал собой Ну, блин, чувак Ну, он мог головой удариться там и все Чувак, ну это они просто хорошие взрослые в Хогвартсе Они такие, да, Рон, ты пожертвовал собой, ты большой молодец, они ж не будут ему говорить, ну ты, эй, чувак, тебя просто ударили мечом, все в порядке, пристань ныть, давай иди дальше на уроке, тебе пора Да, и помойся, господи, ты плохо выглядишь Если бы Рон погиб, ты бы сказал, что он слился, тоже неприятно Я правильно понял ответ на вопрос, в чем успех Гарри Поттера, это то, что Гарри Поттер – это хорошая книжка Не-не-не, я думаю, что… Такой был ответ Ну, нет, реально она на протяжении времени менялась для разной аудитории писателей Но выстрелила именно первая книжка Я думаю, она могла, ну, то есть, много детских книг в целом популярны, но из-за того, что у нее есть продолжение и люди на протяжении времени… Первая книга, она не была бы такой популярной Послушайте, почему это произошло, реально, я не понимаю, это маркетинг или что, почему Гарри Поттер, а не Таня Гроттер, например Я читал Таню Гроттер Почему Гарри Поттер, а не книги, там, типа, какого-нибудь Ника Перумова, почему… Слушай, ну я думаю, что маркетинг в том числе, потому что я думаю, что на самом деле глобальное количество людей было привлечено фильмами Которые были очень дорого сняты на тот момент с большими бюджетами И потом уже люди половину смотрели фильмы и подбирали книгу, половина читала книгу и подбирали фильмы Потом пошли эти пьесы, потом радиопьесы Потом авторы книги Артемиус Фаул тоже подумали, что могут, что у них есть шанс А ты читал Таню Гроттер? Да, и Мефодия Буслаева А это пародия или это спиздили просто? Мне нравится, что, кстати, создатель Таня Гроттер убеждал всех, что он придумал То есть он, по-моему, даже судился с Жон Роулинг Там была такая история Ну вот эту тему, что не только зато на метлах катаются они Там контрабас и все такое А можешь рассказать, в чем примерно сюжет Тани Гроттер? Ну то же самое примерно Ну она попадает в школу, я не помню ни черта Прикольно Мефодий Буслаевш, потому что это Дмитрий Ремец, я так понимаю, православный Он пытался какие-то христианские штучки туда вдеть Типа волшебная, вместо маховика времени волшебная просвирка, которой ты собираешь и попадаешь в прошлое И там он, когда убивает в конце первой части героя, он его крестит непрерывно и из-за этого он рассыпает Я помню, когда прочитал Гарри Поттера, я дал бабушке своей почитать его Вот, и ей вообще не понравилось, она не поняла прикол А мне прям очень понравилось, я не поняла, как бабушка вообще не всекла в Гарри Поттера То есть она такая, ну то есть ей Потому что они привыкли читать немножко другой язык, это действительно важно Грубо говоря, ты плохо воспринимаешь классическую литературу, тебе тяжело читать Ей если бы она открывала, и тут было бы там, знаешь, Гарри лежал и глядел в безжизненное небо аустерлица Может быть бы ей легче читалось А тут какие-то странные имена нерусские А так она читает такая, бля, у меня внук гей Моя мама, кстати, читала, она и со мной читала, и мне на ночь читала, и потом отдельно сама читала, когда я прочел Она прям вообще тоже нравится Гарри Поттера Могу познакомить вас с этим Ну пожилому человеку вообще можно что-то подчеркнуть из этой книги, или она полностью детская? Я думаю, она детская, я перечитал ее зимой, но это очень детская книга Я думаю, что любому человеку из любой книги есть что подчеркнуть, просто ты с возрастом настолько замыкаешься, я думаю, что старые люди просто не хотят ничего Я согласен, я думаю, что как бы вряд ли в ней меньше смысловой нагрузки, чем у Донцовой А люди читают там десятки книг Донцовой не для того, не потому что это интересно, не потому что не интересно, потому что это времяпрепровождение Потому что они привыкли это делать Ты такой, блин, можно пойти сейчас убить себя, или, ну или почитаю еще книгу Донцовой Я думаю, что это уже такой образ жизни, когда у тебя нет особо интереса Я вот, кстати, тоже видел в метро недавно, читала женщину книгу Донцовой И для меня вот в чтении самое сложное, это заставить себя читать, но если я заставил себя читать, я могу прочесть любую книгу, самое важное заставить себя читать И когда я вижу, когда человек читает Донцову, я думаю, блин, неужели ты на это тратишь свои усилия, ты уже заставила себя читать и такая, блин, я почитала все книги в мире, остались только книги Донцовой Ну многим людям не надо просто ничего, я вот как-то ходил в платный туалет, вот, и там сидела женщина, которая эти деньги забирала, и она, типа, решала кроссворды, и она довольно взрослая женщина Вот, и я просто, мне стало интересно, я у нее спросил, типа, как можно на это тратить время вообще на кроссворды Ты прямо спросил у нее буквально? Да-да-да, почему бы не почитать что-то интересное? И она сказала, что она все, что хотела в жизни, она прочитала уже, а кроссворды помогают ей не забыть это все Господи, какой ужасный диалог, просто полный отчаяния и горечи Она прочитала все словари, скорее всего Вася, ну ты осторожней с такими вещами, то есть хорошо женщина адекватная попалась, тут можно ебать как нарваться таким вопросом Вам не жалко тратить свою жизнь на кроссворды? И она такая, да хуй я б ты знал о жизни, Вася Иди сри уже Иди сри, реально Ты срать идешь или до меня? Ты срать пришел или в библиотеку? Че ты пристал ко мне? Умник ебаный Иди пострее съешь это потом, понятно? Не, после того, как посрал, спросил меня Ну, твоей бабушке, я думаю, не понравилось, потому что это детская книга И мне кажется, ну, это странно, вы говорите, что бабушки просто не хотят вникать Ну, они это, ну, они могут это читать только, чтобы понять, что тебе интересно, чтобы понять ребенка Больше я не знаю Да, да, так это вообще не интересно читать Мне кажется, непочерпнуть Я думаю, что как бы для взрослых людей из этого сняли фильмы, которые легко посмотреть Сделать себе И игры, которые легко пройти О, да, потому что вот фильм, наверное, для взрослого человека будет интереснее посмотреть Гарри Поттер и Философский Фильмы вообще потрясные Только не первый Не, первые два, наоборот, самые клевые Под Новый год первые два, смотрите, самое то Что? Остальные просто не подходят под настроение Там остальные уже сняты Типа третья мрачная Четвертая, пятая, ну и дальше это просто фильмы А первые два прям как один дом, а только про волшебство Да, да, да Но во втором люди умирают Ой Приведите, пожалуйста, ваши любимые цитаты из Гарри Поттера Вы наверняка выделили что-то для себя Да Из Гарри Поттера Вот, мои любимые цитаты из Гарри Поттера Не, не надо Моя любимая из Гарри Поттера Он здесь, в этой комнате И я Да не ты, крыса твоя Не-не-не, надо из книги Гарри Поттера и философский камень А не из фильма Гарри Поттера и узника с камнем Блин, тогда нет Я не читал первую часть А, ну да, точно Ну из игры, какая твоя любимая цитата? Из игры Флитендо Флитендо Из игры моя любимая цитата Это прыжок Я не знаю, почему они в игре сделали на всю игру Обычно в играх несколько звуков прыжка А здесь они сделали один звук прыжка И это моя любимая цитата из игры Хэй 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 Флитендо Флитендо Хэй 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 Чё, Станёк, ничего не придумал и решил устроить перфоманс? Хэй 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 У меня есть любимая цитата Ну-ка он увидел хагрида поймать и была прикреплена записка на записке было всего три слова на всякий случай тема сегодня была хорошо сильно разжевана но мне кажется именно это отражает суть книги смешно ли отлично пока вы парни хотите посмотреть освежить так сказать необходимо большая смелость чтобы противостоять врагам но гораздо больше чтобы пойти наперекор друзья это в конце когда дамблдор награждал их у него начало книги нет в середине где-то это он сказал невилу да это он сказал невилу потому что невил хотел остановить их и его остелбенели и поэтому невилу дал миллиард очков гриффиндору для этого камня эти драгоценные еще сыпятся я все время ждал когда придется скажет там нету столько камней слишком много очков он кстати хорошая цитата именно конец гарри поттера мне нравится где гарри поттер говорит мои родственники ведь не знают что на каникулах нам запрещено прибегать к волшебству а значит этим летом я хорошенько повеселюсь дадли вот та жертва в этой книге вот это просто избалованный мальчик у которого сама есть с детства магия огромное количество денег бессмертность перед главным залодеем знаете что на самом деле это дадли мальчик который выжил он сделал ему хвостик поросячий только потому что он жирный на сути гарри это щербаков в мире да да я уверен что он бы то есть видел бы негров дело бы им хвосты типа за чё обезьяна такой парень конечно так он не учился в школе его он не успел в обществе пожить да мне кажется родители его реально не любили они пытались забить его вот это пустое место по так подарками место в сердце но надо же любить человека все-таки им реально было интересно чё там у гарри он же маг парни мне нужно использовать махабик времени спасибо пока книга расскажи симус аудио воспроизводите мус слова говорите мус вася вася пока ты до конца не научился маглы в таких случаях пользуются сторителом очень удобное приложение фактически магия все книги в этой маленькой коробочке слушай на здоровье стори теле ус так называли его на латыни